МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый год Министерство образования и науки Хакасии финансирует проведение летней научной школы. Средства выделяются в рамках долгосрочной правительственной программы развития научной деятельности в республике. В этом году грант в 200 тысяч рублей выиграл Хакнияли. В августе была проведена летняя научная школа профессора доктора филологических наук Альбины Кошелевой. Задача летней школы – прежде всего поднять свою квалификацию, теоретический уровень, обменяться практикой, практической частью, познакомиться ближе с исследованиями, которые проводят молодые исследователи. Но и с завершением должно выйти сборник по итогам летней научной школы. Альбина Леонтьевна много лет возглавляла диссертационный совет Хакасского госуниверситета по литературе. Сейчас руководит сектором в Хакнияли. Она признанная авторитет в литературоведении. Для участия в работе школы собрались полтора десятка молодых ученых, аспирантов и магистрантов. В течение недели они знакомились с актуальными проблемами исследований культуры и литературы Южной Сибири. Литература алтайцев, литература тувинцев, литература хакасов. Очень интересное взаимоотношение, взаимодействие, взаимовлияние этих литератур. И на научной школе вот как раз в методологическом таком русле доктора, профессора на наук прочитают лекции, связанные именно с методологией исследования литературного процесса. Вот будут говорить о тех концептуальных основах, которые как раз и очень важны, как какая-то схема, как какая-то атрибутика в процессе исследования литературного материала. В первый день работы летней школы каждый из ее участников рассказал о себе, о своих научных интересах. Их спектр широк, изучение русского фольклора в годы Великой Отечественной войны, хакасский песенный фольклор, исследования современной хакасской литературы и многое другое. Одну из первых лекций о взаимодействии тюркских литератур прочитала доктор филологических наук из Горно-Алтайска Нина Кендикова. Она затронула в том числе и работу с литературными источниками. Для этого слушателям школы продемонстрировали уникальный рукописный фонд Хакасского научно-исследовательского института языка литературы и истории. Здесь собраны десятки тысяч материалов фольклорных, дилектологических, этнографических экспедиций, начиная с 40-х годов прошлого века. К примеру, для филологов действительно бесценными считаются рукописи произведений классиков хакасской литературы Михаила Кельчичакова, Александра Топанова и других. Молодым исследователям говорим, мы сначала, вы должны сначала посмотреть оригиналы, как писал писатель первый день, на какой бумаге даже. Иногда в 90-е годы не было бумаг, люди писали вот такой на узкой полосе. Вот даже найти вот такую полоску, сказать, что в 90-е годы не было бумаг. А это оригинал 1935-1945-го годов. И самый ценный, даже бесценный, можно сказать. И мы находим газетные вырезки и сборник стихов, и сверяем. В газету не попала, например, третья страфа, четвёртая страфа. Почему не попала? Они всё убрали. И оригинал выходит в сборнике. Смотрим опять расхождение. Вот все творения занимают четыре полосы, а там в сборнике, например, сокращенный вариант. И мы снова восстанавливаем вот этот вариант. То есть в художественном отношении этот оригинал мы должны восстановить и включить, например, в собрание сочинений этого писателя. Как правильно работать с источниками? Какие методы и методологию исследований использовать? Слушатели об этом, конечно, знают, но в теории. А вот что пригодится в каждом конкретном случае при работе над своей диссертацией? Уникальный шанс получить ответы даёт летняя школа. Ведь не каждый день удаётся на коротке пообщаться с профессорами-литературоведами из разных регионов. Генезис, этимология и поэтика. Акадского песеного портлюра. Эта тема до конца не исследована. Если она и была исследована, то небольшими такими статьями, отрывками. Эта школа, она очень полезна в том плане, что она расширяет круг общения, расширяет кругозор, даёт очень много, я думаю, она даст очень много знаний. Именно в том плане, как вести эту научную работу, как конкретно нужно использовать все эти термины, последовательность в научной работе, изучение вот этой темы моей. Услышать таких великих учёных, докторов, их мнения, их работы, то есть осознать для себя свою тему интересов, свой круг интересов, обозначить, чем я хочу заниматься. Мои научные изыскания — это функциональность этнопоэтики Василия Макаровича Шукшина. Я очень рада, что мне удалось присутствовать на этой школе, встретиться с такими известными учёными, как бы исследователями. И эта школа, конечно же, дала большой опыт в подготовке именно своей научной работы. То есть обогатилась какими-то знаниями, то есть взяла какие-то моменты, те же опыт работы над исследовательским материалом. Слушателем летней школы стал и стажёр из Турции Абдусилям Арвас. Он занимается этнографией, изучает хакасский шаманизм. Встречался с местными шаманами, присутствовал на обрядах, изучал их особенности. Но знания филологии понадобились ему при работе над библиографией. О шаманах писали и на хакасском, и на русском языках. Сведения, полученные в летней школе, помогут Абдусилям Арвасу сравнить и обобщить эти материалы. Я встречал, конечно, с шаманами тоже, и взял от них интервью. И такие материалы тоже, камеры-видео я снимал, вот такие материалы тоже у меня есть. Но пока я эти материалы не использовал. Я потом буду использовать в Турции, и хочу написать монографию про хакасский шаманизм. Преподаватель из республики Тыва Уран Алдына Оловна Дангак, как и большинство филологов из национальных республик, озабочен о сохранении родного языка. Хотя для Тывы этот вопрос, казалось бы, менее актуален, чем для соседних республик. Ведь там большая часть коренных жителей говорит на родном языке, но проблемы остаются. Большинство владеет своим языком, но мало кто читает. Все меньше и меньше читают литературу. Используют только документы для работы. Или чаще всего, конечно, используют простой бытовой разговорный язык. И даже для документации у нас он активен русский язык. И наши молодежь, и уже даже среднее поколение, те, которые не читают литературу, у них язык, конечно, очень обедненный. Можно сразу вспомнить Элочку-людоедку, которая пользовалась совсем десятками слов и была этим довольна достаточно. Также, наверное, это относится не только к тувинской литературе, но это относится ко всем языкам во всем мире. Чем меньше ты читаешь, тем меньше ты мыслишь, и язык, он беднее и беднее становится. Наверное, это так. Кроме лекций в программе летней научной школы были предусмотрены проведение полевого семинара на Салбыкском Кургане и экскурсия в Минусинский краеведческий музей. Там участников школы интересовали в первую очередь этнографические коллекции из Хакасии и Тывы. Традиционные жилища, национальные костюмы, предметы быта. Гостям показали также редкие экземпляры книг из научной библиотеки музея. Поэтические сборники 18-19 веков книги с автографами сибирских писателей и тех литераторов, кто бывал в Сибири не по своей воле. Так, например, Александр Валентинович Анфитеатр в 1902 году был сослан в город Минусинск. Он посещал наш музей, встречался с Николаем Михайловичем Мартьяновым. И в нашем фонде хранятся его книги, которые были изданы в начале 20 века. Альбина Кошелева даже экскурсию использовала для бесед со слушателями школы. Показывала им, как по особенностям написание слов, употребление выражений, настоящие исследователи могут определить авторство даже по небольшому отрывку текста. Важность для меня в чём? Мы говорили о методологии, о поэтике, о том, какие-то цитировались учёные какие-то. То есть я для себя очень много взяла, открыла для себя, допустим, как люди работают. Настоящие учёные, Нина Михайловна и Урана, это действительно учёные. Это люди, которые говорят о том, что они глубоко знают, вот так глубоко проникнуть в науку, так, как они живут. Но это тоже пример. Они научили, что каждому слово, каждое слово, которое они говорили, мы записывали. И какие-то из этих слов пригодятся мне в моей диссертации. Для меня очень важно было попасть в эту научную школу, потому что это очень интересно. Я узнала, я познакомилась с очень многими интересными людьми, и это даже немного повлияло на мою жизнь. По итогам работы научной школы все её участники получили свидетельства, которые приравниваются к сертификатам курсов повышения квалификации. Кроме того, осенью выйдет из печати научный сборник, в котором будут опубликованы статьи преподавателей и слушателей летней научной школы профессора Альбины Кошелевой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова